Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале. У нас сегодня тема «Поговорим о валюте». За август 2024 года юань вырос на 7%, доллар вырос на 5%. Сегодня хотелось бы разобрать ситуацию с валютным курсом, что ее определяет, что происходит на мировых рынках, как это отражается на валютах, и что же на самом деле является ключевым для валютного курса в России, как защитить свои валютные риски. С валютой все просто. Есть дефицит бюджета. Сейчас пока что у нас решают вопросы исключительно валютной девальвации. Просто элементарно от экспорта получать больше тогда рублей. Но обратной стороной этой тенденции является инфляция. Инфляция и сдержек. Люди элементарно начнут просто сохранять, держать деньги в рублях. Смысла никакого не будет. У тебя 50 триллионов на банковских депозитах лежат. Если ты обеспечиваешь нестабильные валютные курсы, и просто хочешь получить больше денег за счет девальвации валюты, это подобно тому, что ты открываешь эти ворота, и у тебя на низком старте находятся вот эти лошади, которые 50 триллионов рублей лежат на банковских депозитах. У тебя люди выбегут и начнут просто сметать все с полок. То есть они у тебя начнут импорт покупать. И те китайцы, которые стоят 5 миллионов, будут стоить 10 миллионов автомобилей. Европейцы вообще там за 50 миллионов улетят. И в конечном счете у тебя тогда рубль, самое страшное, что может быть, и он будет сжечь деньги, надо будет тратить. И ты улучшишь адскую инфляцию, сдержать которую ты вообще ничем не сможешь. И поэтому тебе наоборот важно сейчас показать наибольшую стабильность валютной. Да, ты как бы идешь по пути девальвации, но плавной. И доходную часть бюджета получаешь за счет других вещей. А вот эти вот деньги, которые есть, ты должен простимулировать их, оставить в финансовой системе и создать такой механизм, который позволяет эти денежные средства вкладывать в реальную экономику, создавать реальные производства, идти по пути инноваций, создавая новые предприятия, создавая собственные производственные территории России, закупая станки, чтобы у тебя росла производительность, а не денежная масса. Я просто рад, что это есть осознание, пока не такое масштабное может быть, но то, как действует и как меняется политика финансовой власти, меня в принципе устраивает. Сейчас доллар не растет? Если ты фиксируешь доллар, я не знаю, на уровне 80-85 и сокращаешь бюджетный импульс на спецоперации, ну то есть он же постепенно затухает, то есть государственные расходы постепенно уменьшаются. И как я говорю, на инфляцию в России есть инфляция спроса, когда реальные доходы населения растут, а есть инфляция издержек. Курс валюты очень сильно увеличивает инфляцию издержек. А инфляцию издержек средствами монетарными ты побороть не можешь. И в принципе ты можешь побороть и замедлить инфляцию стабилизации валютного курса. То есть ты можешь просто его стабилизировать 85-90. Сказать, вот это вот нормально, выше не повышаем. И у тебя стабилизируется инфляция. А при этом все операции с валютой на игре валютных курсов. У тебя иностранцы, для них забор. Ты отсек этих спекулянтов, они тебя не давят на валютный курс. А физики, которые могут начать играться в эту историю, они ограничены. Доллар не торгуется? Не торгуется. Можешь это сделать только через ЮАН. Второе, ты как можешь купить валюту? Только в банке. В банке поставь спред там 5-7%, все, у тебя спекулянтов нет. И вот этой вот волатильности адской тоже нет. Сам в принципе это определяешь. У тебя стабилизируется инфляция, потому что импортная компонента сокращается. Здесь вопрос просто, чтобы все равно валюта в страну поступала за счет экспорта. Зуань вырос, а доллар нет, только потому что на долларе закручены гайки, и он не может сейчас двигаться свободно. На валютный курс рубля влияет торговый баланс. Это соотношение экспорта из страны и импорта в страну. То есть ты в минусе находишься или в плюсе? Ты больше продаешь или ты больше покупаешь? Получается, что нефть продается, газ продается. За него появляется валютная выручка у экспортеров. Экспортеры, соответственно, несут затраты в рублях. Они получили валютную выручку, им эту валютную выручку нужно продать. То есть они являются нетто-продавцами валюты. Сложнее рассчитываться в долларах, проще рассчитываться в юанях. Это первая история. Вторая история. Идем месяц наложения санкций. То есть валютой торговать нельзя на рынке. Что получается? Что у экспортеров как были баксы, как была валюта, баксы, юани, они у них по-прежнему идут. Эту валютную выручку нужно как-то продать. Это постоянно идет. Да, с определенными временными лагами. Там сначала наложили глобальные санкции, потом наложили санкции на НКЦ. И у тебя возникает, что экспортеры все равно восстанавливают эту историю. У тебя просто временной лаг увеличивается. Если раньше ты сегодня отгрузил, завтра получил деньги, сейчас у тебя увеличилось 1, 2, 3, 4 месяца. Да, это может идти. Но тем не менее, все равно это идет. И этот канал он налажен. А у импортеров, у них обратная история. Они продают импортные товары за рубли. Купили рубли, им на эти рубли нужно купить валюту, чтобы снова закупить товары за валюту. И получается, когда ввели санкции, вот этим импортерам, у них нет логистики, у них нет инфраструктуры для того, чтобы необходимый объем купить. И пока они это решают, проходят 2-3 месяца, в этот период ты получаешь дисбаланс торгового баланса. То есть от экспортеров выручка валюта поступает, идет, 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 идет. А импортеры хоп, хоп, хоп. То есть первый вот этот вот скачок, да, было летом 2022 года. Обложили санкциями, да, импортеры растерялись. То есть как им сейчас закупать валюту? Банки попали под ограничения, с какими банками работать, новые договоренности, новые потоки, новые контрагенты, увеличение логистического плеча. Импортеры вообще валюту не покупают. Физикам по рукам бьют, им 12% комиссия за покупку валюты. А если даже ты покупаешь, то снять ты ее не можешь никуда перевезти. Соответственно, у тебя возникает, что экспортеры продают, продают, продают. Импортеры пока не покупают. Опять наложили санкции, я писал же ролик. Я говорил, что сейчас будет локальное укрепление рубля. Почему? Потому что у тебя экспортеры будут привозить валюту, никуда не денутся. Импортеры опять будут искать логистические цепочки. 2-3 месяца прошло, постепенно начинает логистика выстраиваться. Возникает запрос на валюту. Все, получил. В августе опять все орудия. Что происходит, почему растет, то есть рубль там опять ослаб на 10%. Юань вырос, больше чем доллар. Во-первых, нужно понимать, что импортеры восстановили логистику. Они могут сейчас со своими схемами покупать валюту и закупать, соответственно, импортные товары. Торговый баланс начинает меняться, возникает спрос на валюту. Раз. Есть механизм покупки ее импортера. Второе. Смотрим на график. Зеленый график – это доллар-рубль. Красный график – это юаня-рубль. Черный график – это индекс DXA и доллара в корзине мировых валют. В августе у нас получается доллар в корзине мировых валют падает на 3%. Разница между долларом и юанем – 3%. И не то, что проблемы с юанями как таковые возникают. У нас просто получается, что доллар по-прежнему торгуется со своими ценообразованиями. На 3% доллар ослаб к корзине мировых валют, юаня в том числе. Ну, плюс еще японская иена там сказалась. И таким образом ты понимаешь, что при прочих равных условиях разница в курсе юаня-рубль-юань-доллар должен составлять 2,5-3%. Мы смотрим на график, эта разница составляет 5,5% у нас укрепления юаня за месяц и 4,6% укрепления доллара. Выходим на эту разницу 1-2%. И доллар, соответственно, в корзине мировых валют ослаб на 1,5%. Еще раз, на уровне транзакции договорились, определились, согласовали с регулирующими органами. То есть, опять-таки, у тебя эта история, она может быть абсолютно разной. Ты рубли перегоняешь куда-нибудь в дружественную страну-резидент, там покупаешь эти юани, юани из той страны отправляешь. То есть, схемы могут абсолютно быть разными. Какие конкретно схемы, никто не знает. Импортеры все равно, это бизнес, им нужно зарабатывать. Им нужна валюта. Не будет у тебя китайский производитель отгружать тебе китайский товар за рубли. Не будет. То есть, или юан заплати, или доллар заплати. Помимо всего прочего, им говорят, что, ребят, начинаете обходить санкции, мы будем ваши китайские банки наказывать. То есть, вот это тоже история была. Токсичные юани, купленные на территории России. То есть, если у тебя юань прослеживается, цифровой след, что он у тебя куплен в России, такие юани, как бы, Китай не особо хочет воспринимать. Не очень ему это нравится. То есть, что тебе нужно сделать, чтобы этого не было? Тебе нужно рубли вывезти куда-нибудь, там, не знаю, в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, да. Чтобы тебе местный локальный банк условно сконвертировал эти рубли в юани. И ты эти юани оттуда уже отправил, да. Но это просто элементарная процедура. Тебе нужно основание, чтобы из России, там, в Киргизстан, Казахстан, Узбекистан перевезти. Тебе там нужна платформа, которая будет принимать эти деньги на каком-то основании. Тебе надо, чтобы расчетные счета были открыты в этих компаниях. Тебе нужно, чтобы эти компании имели основание перевезти эти юани уже из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана в Китай, да. И чтобы там по-хорошему нигде не светилось, что это, там, какие-то российские денежные средства. То есть, это не сделаешь вот так по щелчку. То есть, тебе надо это все согласовать. Сначала дорожную карту нарисовать, потом зарегистрировать юридические лица, потом провести первые типовые транзакции, потом, соответственно, наладить эту линейку. Занимает вот от 3 до 6 месяцев эта процедура. В принципе, приблизительно понимать, где один на график, да, то есть, где вот эта вот стабилизация, где они это находят. Вот и все, у тебя, соответственно, баланс начинает выравниваться. Если мы хотим защититься от валютного риска, нужно покупать акции компаний-экспортеров. Еще раз повторю логику. Валютный риск заключается в том, что есть большой соблазн, когда у тебя дефицит бюджета, достаточно легко решить этот вопрос безболезненно путем девальвации национальной валюты. То есть, ты опускаешь рубль, даешь возможность юаню, доллару, евро подняться, и у тебя, получается, экспорт в рублях становится дорогим. Ты получаешь денежную массу, которая облагается налогом. Получается, что твой соблазн заключается в девальвации валюты, и люди этого боятся. Например, если импортный товар стоит 100 долларов, он там, условно, при инфляции, там, 3% долларовой инфляции, он через год будет стоить 103 доллара. А если у тебя сегодня курс рубля 80 рублей, и тебе 100 долларов – это 8 тысяч рублей, то если у тебя будет девальвация, например, до 100 рублей за доллар, то у тебя тот же самый товар, который будет стоить 103 доллара, он у тебя, соответственно, будет стоить 10 тысяч 300. И люди, соответственно, этого боятся, и они хотят от вот этого валютного риска защититься. Покупай компанию, которая продает товары в той валюте от риска девальвации рубля, в которой ты хочешь защититься. Вот так вот можно просто сказать. Каждый для себя сам решает, каким образом поступать. Для меня закрытие валютных рисков осуществляется за счет в России, за счет покупки компаний-экспортеров, за счет покупки замещающих облигаций, за счет покупки золота. О том, каким образом я это осуществляю, в проекте «Миллион за восемь» вы можете узнать, пройдя на бесплатный мастер-класс. Ссылочка в описании к данному видео, какие конкретно компании есть в портфеле моем, моих детей. Все рассказываю в этом мастер-классе. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Продолжение следует...